Сегодня у нас... Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас эфир с Максимом Шевцовым, и в котором мы будем обсуждать текущую ситуацию, сложившуюся в мире. Почему она нам важна и интересна? Потому что, а, мы живем на Кавказе, потому что, б, в Закавказе начинают происходить деструктивные процессы, и потому что, ц, мы об этом говорим уже лет пять, и называется этот проект, который реализовывается в наших глазах, «Огненный пояс». Максима, любимая тема. Добрый день, уважаемый Алан, добрый день, наши друзья, подписчики, соратники по проекту «Сетевая партия». Вы, наверное, заметили, что в последнее время, после уничтожения Нагорного Карабаха, это непризнанная республика, бывшая автономная республика, которая входила в состав Азербайджанской СССР, которая была, ну, полноценным членом многонациональной семьи бывшего Советского Союза. Вот, буквально вчера я увидел с глубокой печалью на душе информацию, что все, с 1 января 2024 года Нагорный Карабах перестает быть юридической единицей, ну, и перестает вообще быть государством на территории земного шара. К моему сожалению, так и произошло. Нам с Аланом эта тема очень близка. Мы, как правильно говорит уважаемый Алан, давным-давно занимались этой проблематикой. «Огненный пояс», который придумал и запустил в информационную сеть Алан, проект называется… Алан его не придумал. Алан о нем говорить начал, я его прочитал, я его не придумал, Макс. Мы в МИ-6 придумали, или в ЦРУ, я не знаю, где его придумали. Ну, одним словом, вот этот проект «Огненный пояс», мы, ну, действительно, наверное, с 2017 года уже и разворачивались с Аланом, объясняли своим языком, что грозит этот «Огненный пояс» нашей матушке России. Вот сегодня мы уже воочию видим, что Азербайджан с Турцией твердым шагом, смело смотря в будущее, создает османский проект «Великий Туран» и прочее, прочее, прочее. Создается империя. Империя создается такая серьезная. По истории России мы знаем, что только во времена Екатерины II мы семь раз воевали с Турцией, ну, с Османской империей. Семь раз, только за период правления Екатерины II. То есть, это наш исторический ураг, чтобы все вы понимали. И эти люди считают Россию своим врагом, потому что мы и Крым отжали в свое время, освободили Кавказ, вышли на ее территорию, по большому счету, и сегодня происходит реванш. И вот на эту тему мы хотели бы с Аланом и поговорить, чтобы было общее понимание всей, ну, трагичной ситуации, чтобы все понимали, что грозит нам, Российской Федерации, при создании уже полноценной Османской империи. Ну что, Алан, приступим? Да, приступим. Вот, я недавно, вот, я тоже разговаривал с тобой перед эфиром, Макс, что один знакомый с военным, мы с тобой эфир записали, да, со злым экологом по поводу ситуации в Карабахе, и мое мнение по поводу того, когда я там был, вот, случайным образом оказался. Он говорит, знаешь, вот, ну, короче, вы не правы. Я говорю, а в чем конкретно вы не правы? Ну, что, мы, говорит, что, обязаны, типа, кормить этих армяне, постоянно, типа, за них воевать или еще что-то такое делать. Я говорю, ну, как же, Россия же все-таки как империя была, да, и как бы считает себя. Нет, она, говорит, сейчас, говорит, не империя, и говорит, предстоит еще, говорит, стать империей. Я говорю, ну, была она, или предстоит ей стать, или считает она себя на позиционировании, по крайней мере, как империя, да. Но в любом случае мощное какое-то государство, у которого есть интересы во внешнем мире, Не только внутри него, а и вовне Потому что если ты большое государство У тебя много ресурсов или чего-то еще Соответственно, есть люди, которые хотят с тобой этим делом поделиться или забрать Ну, мало ли что, какие интересы есть У кого по отношению к тебе Соответственно, должен быть настолько сильным Чтобы никому это в голову даже не приходило И в качестве этой концепции Когда только русская империя, российская начала на ноги становиться Она стала первым делом отодвигать свои границы Почему? Потому что, как ты правильно, Макс, сказал Половецкие степи, бесконечные турецкие, османские, как они тогда назывались Янычары и прочие угоняли в полон, в плен этих украинок, украинцев, россиян, казака С казаками воевали Там бесконечная борьба была То есть, это было поле битвы И больше, чем Россия воевала с Турцией, она не воевала ни с кем Ни с кем и больше, с точки зрения истории Мы не придумываем, можете взять учебники истории школьные и почитать С кем мы больше всех воевали Воевали с Турцией больше всего И уничтожила в конечном итоге Османскую империю Тоже Россия, приложив к этому активно руку И, соответственно, взяв под контроль эти территории Между прочим, и Крым тоже Крымское ханство тоже входило в Османскую империю Поэтому Крым это будет следующий разговор, так понимаю Ну, это мое субъективное мнение Соответственно, идет этот процесс Мы с Максимом об этом говорили То есть, они собираются строить свой новый прекрасный мир Там за счет России, на обломках России И так вот дали, да? Это тоже озвучивалось Никто этого особого не скрывает И что будет этот огненный пояс? Озадут сеть локальных конфликтов и будут со всех сторон Вот так одновременно нагрянут И потом какие-то процессы в Москве Это план Мы об этом говорили многие годы Даже говорили, что главный театр военных действий будет на Украине И туда затянут И как бы все войска туда стянут И когда, как сказать, фронты будут оголены Да, тылы там и прочее То начнутся деструктивные процессы И вот оно все идет в рамках этого плана И меня вот больше всего поражает Вот такие вещи в интернете обсуждают Просто не специалисты, какие-то блогеры Типа мы с Максимом Но при этом ничего не предпринимается И говорится, что так все и надо Вот мне сейчас утверждают Да, типа, да ладно Типа, фиг с ними, с армянами Пусть ними что хотят, то и делают Какое нам до этого дело Карабах, Арцах Это самая пророссийская территория была в Закавказе Там была наша военная база Понимаете, которая позволяла контролировать там ситуацию Почему? Потому что, ну вот сейчас, как бы Иран наш союзник А вот у нас в Осетии есть Дориальское ущелье Почему называется Дориальское ущелье? Потому что в раннее средневековье На территории Руси Врывались с юга враги И враги были там царя Дария Да, там вот тут Дария В честь этого Дария, эти Дориальские проходы названы Они вот через этот проход заходили сюда И вот, соответственно, ходили в набеги Уже вглубь территории Евразии И Кавказ является естественной преградой От чего? От всяких там угроз с юга Ни одна турецкая армия не сможет перебросить Большие войска на территорию России Если вот, как бы, не преодолеть либо Кавказский хребет Ну, а Черное море сложнее Понимаете, это естественные преграды И поэтому русские цари отодвигали границы Не потому что они такие там были Им обязательно хотелось там как-то, не знаю Захватить там местные народы Не поэтому Это чистая прагматика То есть тебе надо было отвести угрозу от своей границы И поэтому там ставили там базы Там князей своих и все прочее И максимально всегда внимательно это дело контролировали Понимаете? Грибоедова убили в Иране В Персии То есть Активно всегда Россия участвовала в той политике Теперь оттуда уходит Но уходит, как сказать Ну, слово нехорошее Сдав Своего, наверное, одного из самых таких Горячих поклонников, союзников Да, вот жителей Арцаха Потому что жители Арцаха Это специфическое население армянское Да, то есть это, ну, горы В горах всегда своеобразные люди живут Они очень воинственные Оттуда много маршалов во время Второй мировой войны вышло Много генералов там, да Там, Баграмян самый известный генерал Они все Арцахи Свободные люди, Алан Вот это вот термин Свободные люди Независимые Гордые Пассионарные А самое главное Это были действительно союзниками Максим там служил Максим просто хорошо ситуацию тоже знает изнутри И вот так складывается ситуация Мы, знаешь, такие огненный пояс Проблема на пороге, правильно? В 2017 году, как мы говорим с Максимом, обсуждаем Значит, нужно что сделать? Нужно сделать Из этого Карабаха Там 120 тысяч населения Сделать Спарту Спарту сделать Как, не знаю, как государство Израиль Кому больше нравится, да Когда все под ружьем Мужчины, женщины Там, женщины имеют первую помощь оказывать Мужчины под ружьем воюют И воюют не берданками трехлинейками Как мы видели, да Там, два года назад Во время войны Карабахской А современным оружием Там, беспилотники Туда-сюда, как бы, знают Как отвечать на новые вызовы Которые вот уже готовят им Это же тогда уже было понятно В 2017 году Ну, вот начать подготовку Это нам было понятно А людям, которые компетентны Не должно было быть еще раньше понятно Соответственно, нужно укрепить Эту свою военную базу Как ее укрепили и как выкрепили народ Карабаха Мы видели, когда, вот В 2020 году И апелляции То, что, ну, вот это типа плохие армяне Там, Пашинян сдали Да при чем тут Пашинян? Нам с Максом глубоко наплевать на Пашиняна На все его окружение На все его интересы Мы сейчас с Максимом переживаем За интересы Северного Кавказа А ключ От наступления противника на Северный Кавказ Лежал там Там ворота, понимаете? Эти ворота переживали Чтобы ворота хорошо охраняли Чтобы эти Башибузуки и Янычары Не оказались где-то здесь Не знаю, как они будут называться В современную эпоху Ну, вот мы за это переживаем И как бы, мне кажется, логично переживаем Вот говорят, типа, вот армяне пусть сами А почему тут армяне? Когда русские цари туда внедрялись Они что-то делали? Ради там счастья каких-нибудь армянских удельных князей? Нет, они делали ради безопасности империи это А не для того, чтобы там кому-то хорошо было на выборах выиграть Надо просто сказать людям Это дальние подступы России, понимаете? Не понимаю, да ты понимаешь, Макс? Я не понимаю, как это можно не понимать После, тем более, Украины Вот наглядный пример Как НАТО пришло к нашим границам? НАТО пришло к нашим границам А как оно пришло к нашим границам? Профукали Украину Потому что если бы Украина была бы, как раньше В составе России Или в составе Советского Или чего угодно Она была бы где-то, это НАТО максимум на польских границах А не здесь она была бы уже где-нибудь В Ростовской области Понимаете, немецкие танки и леопард С немецкими экипажами бы сбивали И кто в этом виноват? Ну, наверное, кто занимается Стратегией в государстве Я не знаю, кто там занимается Специальные люди, МИД там Кто этим должен заниматься? А сейчас все сваливают на те народы Типа, а это плохие хохлы виноваты А это плохие армяне виноваты Завтра начнутся плохие казахи Помяните мое слово Следующие будут плохие казахи Потому что там идут аналогичные процессы А потом, наши дорогие слушатели Вы не поймете одну простую истину Вслед за казахами Будут плохие осетины За плохими осетинами Будут плохие дагестанцы За плохими дагестанцами Будут плохие чеченцы За плохими чеченцами Будут плохие печорцы Лепетчане Крымчане Мордва И пошло, и поехало Вы понимаете, к чему нас ведут? А вот тут пробелы Тех людей, которые отвечают За просвещение За общую картинку Во внутрь и внешнем За стратегию, конечно За идеологию, за стратегию За информационное все это пространство А свои тогда у нас где? Где у нас чисто свои? Свои на рублевке только получается И все И тут у нас претензии К информационному полю Потому что мы специалисты Саланом Именно в информационном поле Опираясь на свой опыт Опираясь на информацию От наших друзей И опираясь просто на обычную логику Мы хорошо знаем историю Мы хорошо знаем социологию Мы знаем эти процессы информационные И когда мы Почему мы всегда говорим Вот Соловьев Ну это профессионал высококласса Но продажная Ну шкура Потому что Эти люди успокаивают Понимаете Через экраны телевизоров Все нормально Убаюкивают Убаюкивают Как убаюкивали с 2014 года Нам говорят Вот по Вторую мировую войну За песня звучала Вставай, страна огромная Вставай на смертный бой Это что убаюкивание Это песня Пробуждающая дух А нам сейчас песни поют Вот все хорошо Да ничего страшного Армяне сдали Да ничего страшного Карабах сдали Завтра ничего страшного Украину потеряли Ничего страшного Завтра не скажут Южно-Ситю давай сдадим Я же еще Как бы и сетин Да этнически Это тоже моя родина А потом знаете как будет Мы с Алланом Ни в коем случае Вас не хотим застращать Но будет так Зайдет враг в дом Посмотрит Хорошая жена Мужу спорят живот Жену отведут Сделают Салам алейкум И жене И дочке маленькой Вот как мы вчера смотрели Разговор этого Азербайджанца Спецназовца Который сам говорил Что наши солдаты На силу 13-летних Армянских девочек Убивают мужчин Мирное население Режут им голову В самом натуральном Смысле этого слова На живу Уши отрезают Понимаете То же самое Будет так же с нами Не дай бог Если мы Будем в таком Расслабленном состоянии Соловьев уедет У него родина В Израиле В Англии В Нью-Йорк В Нью-Йорк И Пашинян уедет Друзья мои И Пашинян уедет То что его Не расстреляли Тут не вина Наша Солана Понимаете Но эта вина Действительно комплексная С нашей стороны То же самое Могли бы сделать Цветную революцию По итогам 40-дневной войны А могли конечно Могли расстрелять Пашиняна Какие-нибудь Пророссийские Генералы Находящиеся Внутри управления А могли не допустить Пашиняна к власти Могли Почему Технологии Оранжевых революций Давно известны Их разобрали по косточкам Их просто разобрали По косточкам И все прекрасно понимают Как нужно нейтрализовывать Оранжевые революции Как их нейтрализовывали В России Сколько раз пытались На болотное там устроить Батька Лукашенко Тоже пожалуйста Знают В какие точки нужно нажать Для того чтобы это не состоялось Что нельзя было там это сделать Да конечно можно было Что нельзя было Это сделать на Украине Конечно можно было У нас государство Работает на Принципах знаете Пройти между строк А вось получится А ну не получится Да ну виноваты армяне Да виноваты хатлы Да виноваты Кто угодно Но только они Так не работают Сегодня исход всего Всех жителей Нагорного Карабаха Произошел За 4 дня 80 тысяч людей Ушло при 120 населении Так и все остальные 120 Макс Я еще хочу подчеркнуть Списочное население Многие не находятся там Многие где-то в Москве живут Да там прописаны По прописке 120 тысяч Сколько там по факту жило Ну понимаете Исход Произошел Великий исход Об этом никто не говорит У нас Не-не-не-не Давайте эту тему Как бы запедалируем Не будем о ней говорить Наших миротворцев Там убили Почему не показать Люди Армянскому населению Наши миротворцы То же самое Какой унизительный факт Мы за них деньги заплатим Это же просто Просто вообще Мы за них заплатим Деньги Их семьям Это знаете как Бандит пришел Убил ваших родственников А начальнику полиции Пришел Потом этот бандит говорит Котлету кидает Сколько там Тысяч долларов Отдай этим родственникам Пусть не бухтят Это же так выглядит Вот поймите Сколько стоит жизнь Наших офицеров Вот сколько она Во сколько ее оценили Мне интересно Он сказал что он деньги отдал Во сколько он оценил Да я не хочу вообще Об этом говорить Это действительно Очень удивительно Тогда вертолет сбили наш Там же По итогам 40 дневной войны Последний день 40 дневной войны Азербайджан принес Свои извинения И заплатил деньги Нашим вдовом За погибших ребят Все схавали Сейчас произошло то же самое Ну поймите нас правильно Мы с Аланом не призываем К войне с Турцией С Азербайджаном Упаси Господь Мы призываем к тому Что надо готовиться К серьезному противостоянию А когда нас убаюкивают И говорят Да ничего страшного Это говнотерки между Турками и армянями Это неправильно Это в корне неправильно Потому что буферную зону Одну снесли У нас автоматом Другая буферная зона Появляется в виде Южной Осетии Понимаете Это прямой выход Уже на Северный Кавказ А тут будут По любому Деструктивные Вот эти веяния Мы что не помним Как это было В 92 году По Чеченской Республике Ворота открыли И хлынули у нас В Грузии Шли бои В Азербайджане Шли бои Весь Кавказ У нас вспыхнул Вы просто не можете Представить Всю серьезность Этой ситуации А мы с Аланом Живем на Северном Кавказе Мы видим Как Среднюю Азию Начинают раскачивать Там тоже Туркоязычное население И тоже В Турции Есть Все Цели и задачи И включить Свою орбиту Османской империи А это выходит Даже на Не на Поволжье А на Якутию Чтобы Как они карты Свои озвучивали Они показывали Карты Там на На Турецком телевидении Были показаны Карты Союз тюркских народов Туран Союз тюркских народов Казань Казань и Татар Это тоже тюркские народы Башкирия Все Поволжье Это все тюркские народы На Северном Кавказе Это тюркские народы Средняя Азия Тюркские народы Понимаете Что это такое Какой у них проект есть Мы сейчас Тому проекту Подыгрываем Не Ну просто там Вот мне Апеллируем Мне говорят Ну вот у нас там Сидит пятая колонна Я вот Дискуссию вчерашней Продолжаю Я думаю Человек посмотрит Он наверное Коллективное мнение выражал Вот мы тоже Так же с Максом Ответим этому Коллективному мнению Тоже Да Что мы думаем Поэтому У нас другой возможности Как через вот Экран сделать нет Типа вот там Это говорит пятая колонна Но это хорошо Про пятую колонну Было говорить Вот три-четыре назад Да Сейчас идет война Сейчас это называется Не пятая колонна А враги народа Это первое Второе Когда военные Или представители спецслужб Начинают говорить Про пятую колонну Я начинаю одну вещь понимать Что есть люди в стране Саботажники Их знают Они же их пятой колонной Обозначили А их знают Но ничего с ними сделать не могут Почему? Потому что эти саботажники Боятся противника Спецслужб Сильнее чем наши То есть грубо говоря Они ЦРУшников Боятся сильнее чем Грушников МИ-6 Боятся сильнее чем ФСБ А что случилось? Как так может быть Внутри страны Во время войны? Какая пятая колонна? Ну как бы Не нам с Максом Объяснять Как вопрос решать Можно и должно В состоянии войны Какая может быть пятая колонна? Тем более Если все их имена И фамилии известны И как сделать так Чтобы эти люди Боялись Нашей спецслужбы Сильнее чем Спецслужбы противника Как это сделать Если не знают Вот у Рамзана Ахмадыча Приспоконсультируется В Чечне нету пятой колонны В Чечне есть пятая колонна Я не слышал Никогда Рамзан Ахмадыч не говорил Вот у нас пятая колонна Она нам мешает Вот дороги строить Или там Эта пятая колонна Разворовала бюджет наш В Чеченской республике Понимаете? Он знает одну простую истину Что у каждой Проблемы есть имя и фамилия Нету никакой абстрактной Пятой колонны Есть конкретные имена и фамилии А соответственно Значит не могут Они хотят А это уже тоже вопрос Другой возникает И после сдачи Арцаха Я лично Почему у меня Такое какое-то Эмоциональное состояние Потому что я понимаю Что там Южная Осетия Абхазия на очереди И мы об этом говорили Семь лет назад И я с главой республики Говорил тогда же Что вот будет такая история Россия будет не до нас Что нужно усиливать армию Он говорит Нет Российская военная база стоит Нам армия не нужна Зачем нам армия У нас тут российская военная база Но если он сейчас Это видео смотрит Ну и что Где российская военная база Сейчас в Арцахе Сильно нас спасло армян Просто не до этого Не потому что парни плохие А потому что ситуацию Так подвели Этот огненный пояс Про который мы с Максом говорили Стянулись все силы В одно место В том числе и за сети Да там Ну пацанов очень много Почти 20 тысяч астин воюет Это как раз к вопросу Вот вот С тем же товарищем Я говорил Ну вот что нам До этих армяне Сейчас как бы не до них А вот я знаю В 58-й армии Огромное количество Этнических армян воюют И карабахских в том числе И воюют И вот один парень Сейчас второй орден Мужество получит И в руководстве Не буду фамилии обозначать Я знаю Понимаете Огромное количество воюют А про Осетию Как так можно было сказать 20 тысяч почти С нашей И с Южной Осетии И с Северной Ребят сейчас на фронте И тоже так скажут Ну типа И когда я его в конце Спросил прямо Говорю Ну а если там Южная Осетия Ну ты же понимаешь Мы сейчас не можем Воевать на два фронта Так вопрос уже стоит Про пятую колонну Я хочу А про пятую колонну Это вот как бы Вот моё мнение Я хочу резюмировать Слова Алана От представки Все знали Что Пашинян ЦРУшник Ну агент Реально Американский агент Агент Иностранных спецслужб Его не зачистили Что вы увидели? Увидели Что Нагонная Карабаха Больше не существует Куча беженцев И куча крови На руках Даже не у этих турков На руках У этого Пашиняка Который Вне всякого сомнения Свалит Уже за пределы Армении И будет жить Поживать У него денег Для этого хватит Он продал Это Нагонная Карабаха Но на его руках Он этнический армян Армянин Кровь Вот этих Тысяч людей Которые погибли В сорокадневную войну Которые погибли В однодневную войну Это те люди Которым горло Перерезали Это Те изломанные души И судьбы Девчонок Которых насиловали Это все на его руках Понимаете Вот это пятая колонна Вы поймите правильно Когда вопрос Опять же я Соланом Когда про пятую колонну Будете говорить Сразу себе задавайте вопрос А куда делать Пятая колонна В Чеченской Республике Просто Вам же примеры нужны Вот вам наглядный пример То есть Это возможно сделать Я ему никогда С Максом не слышал Ты слышал Докладывал президенту Там Рамзан Ахманович Говорил Владимир Владимирович Ты что не могу сделать Там пятая колонна У меня в республике Там бензин воют На бензоколонках Или там не знаю Нефть воруют Что он это делает Пятая колонна Неизвестная Непонятная Все что про него знают Только пятая колонна Ничего сделать не могу Просто когда говорят Так представители спецслужб Про свою страну Они расписываются В чем-то знаете В очень нехорошем А в дело уже Вот оно Подходит Вот уже к нам К Южной Осетии И меня за это Очень как-то так Волнительно знаете Нам волнительно Потому что Вот Северный Кавкас А тут тоже Северный Кавкас Конечно Конечно Это небольшая территория Поймите правильно Горы перескочат Все Тут Прямая дорога По степям пойдет А самое главное Что же перескочат Макс Тут же в Кавказе Малые народы Они все смотрят Ну кто сейчас Кто главный пахан В регионе Понимаешь Ну давай Вечно своими именами называть И смотрят Ага Этих пахан слил Короче Они сейчас под нож Всех коленом под зад Выгнали оттуда Соответственно Об условиях даже не договорились Потому что после Карабахской войны Было порядно Что сливают Мы с Максом это обсуждали Но им по договоренности Дали 5 лет То есть 5 лет дали С 2020 года По 25 То есть к концу 25 года Должна была вся эта история А эти уже почувствовали Свою силу И решили просто Коленом под зад Это все дело Оформить Так как сейчас оформили Соответственно Они не выполняют договоренности Как минимум А эта же договоренность была Она как бы Вот и в телеграммах И везде Мы с Максом обсуждали В своих эфирах Поднимите, послушайте Что 5 лет Но они типа раньше захотели Потому что что-то Почувствовали Что можно Но это же не только они Это всякие маленькие народы Которые там живут за Кавказ Сейчас на это все дело смотрят И понимают Что надо уже бежать Договорятся с другими Вы поймите правильно Вот Алан У Алана Есть всегда такой Знаете Термин интересный Осажденная крепость Помнишь Алан Вы поймите В рамках вот этой стратегии Мы обречены на поражение Оношли Одногор Мы навязали Да, конечно Макс Осажденная крепость По-любому ее возьмут Тут нужны Активные Встречные Контр-удары Понимаете Вам дали Залипуху Это в любом Уличные драки Дали в ухо Вы не ответили Следующие Будет уже Дадут пинка Под сраку Понравится Начнут Голову брить На голову А когда вражи Войдут Они могут Убить Понимаете Уличные Хулиганы Поэтому Всегда Надо Давать Ответ Вот всегда При всех раскладах Сегодня Мы ответку Не дали Вот нам говорят Не разгоняйте Эту тему Нахер Вам эти армяне Они сами по себе Мы сами по себе Сейчас мы перегруппируемся У нас все получится В осажденной крепости Перегруппировка невозможна Места для маневра Нет Понимаете И вместо того Чтобы находить Новых союзников Расширяться Делать буферные зоны Мы отдаем Те наработки Которые Наши отцы Кровью потом Зарабатывали Опять же В копилку Общей безопасности Всех жителей Ну России Это были завоевания Российской империи Это завоевания Союза Советских Социалистических Республик А сегодня нам говорят Да не обращайте Внимания Ну отдали Отдали И хрен на них У нас сил сейчас Не хватает Так их и не будет Потому что Один кусок От плоти отрезали Человек здоровее не станет Потом второй кусок Потом третий кусок В итоге останется обрубок Понимаете О чем мы говорим Это живой организм Это социология От этого никуда не деться И когда вы слушаете Всех этих Соловьевых Симонян Подоляк И прочих Прочих Говорящих голов Знайте Они только Получают деньги А транслируют Они совершенно Другие мысли Совершенно других людей И под текстом Самый такой Что ни на есть Пошлый Не обращайте Внимания Спите 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 Не просыпайтесь Еще один тезис Максим Который тоже прозвучал Я хотел Чтобы мы с тобой Обсудили Вот Россия во время Советского Союза Всех кормила Всех этих Вот разные Там народы Мы их кормили Теперь мы их Не кормим И как бы Вот пусть Типа сами разбираться Со своей жизнью Вот мне бы хотелось Ответить Потому что он расхож Этот тезис Понимаете Советский Союз Это был Союз Семья народов Вот у вас есть Семья Уважаемый Там Тальше офицер У вас есть Там жена Внуки Дети Родители Может больные Даже Да Они же никакой Больные Доход не приносят Вам В семью Вашу Но вы это кормите Потому что Это ваша семья Понимаете Отношение было К народу Как к семье народов И в эту семью Каждый делал Свой посильный вклад Где-нибудь В Сургуте Качали газ и нефть А в Армении Была Академия наук Там изобретение делали Что-то изобретали А в Тбилиси Там была культура Которой все пользовались Смотрели фильмы Наслаждались музыкой Еще что-то Каждый народ Делал свой маленький вклад Свою лепту В эту общую копилку В этот общак Общественный общак Это не только нефть и газ Эти нефть и газ И вам теперь тоже Принадлежать не стали Куда уходит нефть и газ Он что уходит В Осетию В Азербайджан Или в Грузию Он уходит в Лондон В Нью-Йорк И Вашингтон Ничего вы с этим сделать не можете И деньги уходят туда И олигархи Все это мы прекрасно знаем Соответственно что Россия стала богаче От того что Как бы Избавилась от своей семьи Семьи народов Которую она объединила Союз нерушимый Республик свободных Сплотила навеки Великая Русь Вы клятву давали Присягу давали Советскому Союзу Где страна Теперь второй такой же маневр Вы хотите с Россией совершить Просто потому что Кто-то вам внушил Какую-то странную идею Про пятую колонну И осажденную крепость Мы просто знаем этих идеологов Вот недавно Он опять очередную статью накатал Господин Сурков Понимаете Знаем мы этих идеологов И куда они ведут Ну Следуя их советам От одной страны Вы уже избавились Которая одну шестую часть Суши занимала А сейчас дальше Те же самые процессы В семье народов Выбирать будете Как бы Либо каждый должен делать Максимально посильный вклад Во время второй мировой войны Самый большой героев Советского Союза Нужно душу населения Было в Осетии Ну в Осетии У нас вот воинами Платили дань империи Как это говорилось В древние времена Нефти тут нет Золото тоже нет Но есть люди Человеческий материал Защищали Воевали Сейчас защищают Это как оценивается В какой валюте В скольки там Не знаю Нефтедолларах Поскольку вы это оцениваете И так и другие все народы Где логика Я хочу обратиться тоже К нашим товарищам офицерам Коллегам Вы поймите правильно Вот Простой исторический пример В 1947 году В 1947 году В Советском Союзе Была развернута компания Так называемая Безродная космополития Если кто не помнит Напомню Там хватали вот таких Людишек Как правильно говорит Алан Идеологов западного мира И сажали Места не столь отдаленные Сегодня вот эти Безродные космополиты У нас находятся В большинстве своем В должностях олигархов Знаете Крупных бизнесменов Творческая интеллигенция Ну и таких как Сурков Пашинян из этой же серии Это безродные космополиты У этих людей Родины нету Той географической привязки Где Знаете Могила Родных Близких Куда они могут прийти В любой момент Где они Силу подпитывают Понимаете У этих товарищей У Пашиняных Сурковых Там Медведчуков Януковичей И прочее 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 Родина там Где их кошелек Понимаете У них святое Золото А не дух И когда Вот эти люди Проецируют Свои хотелки На всех остальных Знайте Это ведет Гибель Нации Цивилизации Русской цивилизации Русская Это я Говорю Не про кровь Я говорю Про дух Про русский дух Там русский дух Там Русью пахнет Это вот Солдаты Суворова Румянцева Рогимцева Это вот Все про нас Жукова Жукова А нам сейчас Предлагают Красивую обертку Вон армяне Повелись На этого обертку В виде пашиняна Крови захлебнулись И захлебнутся Зангурский коридор Еще не забрали Турки Как заберут Все Она будет В окружении И будет Либо уничтожена Либо Включена Поплощена Алиев уже наступал Что Ереван Это азербайджанский Город всегда был И все Включат В армию Кто не хочет умирать Включат в армию Как тех же Власовцев Они будут воевать Против нас Вот о чем Мы с Алланом Говорим Они тоже воевать Они будут Остервенело мстить Потому что Их убедят в том Что в этом Виноваты мы Так же как Украинцы сейчас Понимаете Они же внутренне Там мстят Если подсознательно Взять Разобрать Психолог Разберет Мотивацию Они мстят За Советский Союз Понимаете Подсознательно Все Знаете почему Потому что Поверили в мечту В мечту Поверили Им дали мечту Они в нее поверили Все эти разные народы 15 республик Да И другие народы Которые в этих республиках Жили В эту мечту поверили Эту мечту Предали мы Понимаете Борис Ельцин Он кто был Еврейский парень Из синагоги что ли Как он там Сейчас любят говорить Нет Это был русский Мужик из Екатеринбурга Кто первый Выходил из Советского Союза Не РСФСР Кто эти все разговоры Начал Мы их кормим А вы другой Общественный продукт Не считаете Кроме нефти Ну кроме нефти Есть же еще какие-то Другие общественные продукты Украину тоже откинули Украина была вторая По вооруженности Промышленная После Германии При развале Советского Союза Ее зачем откинули И так все остальное И все эти разговоры Про мы их кормим Этих всяких там И через запятую Понимаете Определения разные Ну Они довольно сомнительны Потому что Этот источник кормления Эти нефтяные И газовые вышки Если не будет Семьи народов Вы тоже потеряете Потому что придет Другой более сильный парень Вы скажете Эй пацаны Давайте защищать Наши нефтевышки А защищать их Уже больше некому будет Посмотрим Как вы справитесь Сами в таком случае Понимаете К чему враг ведет Внушая идеи Мы сколько с Максом Говорим Нами управляют Через идеи И когда я слышу Эту идею От серьезных Уважаемых людей Я просто в шоке бываю Как глубоко Они проникают Осажденная крепость Какая крепость Весь мир должен быть Мы Что значит крепость В обороне победы Не достигаются Любой военный Знает это Да Встречный бой Контратака Движение Вперед Мы сейчас накопим силы Каким образом Ну каким образом Если ведет Только сжатие Сейчас Это мы Это кто Тогда надо Идеологически Хотя бы говорить Ребята Мы вас любим Простите Туда сюда Вот так же получается А говорится же Наоборот Да пошли они Что вы на них Вообще Внимание обращаете Никто даже Это как трагедию Не воспринимает Как трагедию Это не воспринимают Не опустили там Флаги Не приспустили Потому что ребят Двух замначальников Военной базы Расстреляли У нас были приспущены Государственные флаги У нас объявлен Траур в стране А представляете В Израиле бы Это случилось На секундочку Представьте Случилось в Израиле Взяли араба Расстреляли там Не знаю Высших офицеров Несколько человек А ну ничего И пришли арабы Сколько вам еврей Деньги надо На В чем тебе дать В шекелях Или в этих самых В долларах В чем вы берете Ну нате Да свободны Вы себе это можете Представить Ну так На секундочку А после этого Как должны эти Другие малые народы Смотреть Вот сейчас Что с Тином делать Я сейчас постоянно В дискуссиях На телефонах общаюсь Это что значит Вот мне все Как ты думаешь Аллан Мы же эту тему Разгоняли И все идет Именно в этом направлении Товарищи 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 офицеры Вы извините Нас конечно За эмоциональный Такой пыл Но Мы сами воевали Как у нас с Алланом Вы же понимаете А ну знаешь еще почему Макс Потому что об этом 7 лет говорится 7 Вот сколько Уже 7 год Да сейчас будет 24 год С 17 года Бам-бам-бам-бам Одно второе Одно второе Одно второе Нас не воспринимали Понимаешь Ну что они там Трындят И трындят Ну пускай трындят А потом Когда Раз получилось Второе Раз получилось Вы не думайте Что это совпадение Мы же не просто Так это закачивали Ну не просто так У вас же есть там Светлые головы Вы же прекрасно понимаете Что есть люди Которые чуть-чуть Могут видеть События наперед Не по книжкам Не по тетрадкам А как-то по другому Если я Не читая никаких Книжек Не читая никаких Статей особых Понимаете Откуда-то знаю Что как оно будет События развиваться Ну раз Два Три Пять Десять Понимаете Ну просто Как-то Обратить внимание Что да Но это опять же Если это надо Вот у меня этот вопрос Стоит Он у меня насущный Макс Ты понимаешь Эти разговоры Про пятую колонну Полтора года Война идет Пятая колонна Все мешает Все Где всегда Удача Мы действительно Не можем Сами себе Признаться Что По нашей вине Вот так и произошло Вина наша Не в том Что Мы не впряглись В прямые боевые действия С Азербайджаном А в том Что в 91 году Мы Своими руками Разрушили Эту великую мечту И правильно Аллан говорит Сегодня Воюем Со своими Братьями На Украине На своей территории Макс На своей территории Воюем Со своими же Братьями Вот как-то Об этом Хотелось Нам сегодня С Максом И поговорить Может кому-то Это не нравится Но знаете Когда человек Хочет искать Проблемы Вот я Я про себя Говорю За других Не говорю Когда я Ищу какую-то Проблему Первым делом Я смотрю В зеркало Я говорю Себе Проблема Вот она Источник Проблемы Вот он Как решать Уже дальше Думаю Но я всегда Понимаю Что в любой Проблеме В своей жизни Виноват В первую очередь Я Я виноват Я пришел Где-то не туда Повернул Где-то не тот Выбор сделал Где-то там Слабину проявил Или наоборот Перегнул палку Но это проблема Моя То есть я Виноват Если каждый Будет искать В себе Представляете Я поговорю Не я виноват Пятая колонна Виноват Это соседи Мои виноваты На утром Спортзал не ходишь Соседи виноваты Понимаете Там Или еще кто-то Виноват Себя надо Начинать И тогда Нормально все будет И признать Просто это Для себя Хотя бы Что как Можно говорить Поспись Как бы В том Что иностранные Спецслужбы На территории Имеют Больший авторитет Чем Как бы Министерство обороны Российской Федерации Что и удивительно Потому что В противном случае Граждан Карабаха Арцаха Подготовили бы К подобным вызовам Там 120 тысяч населения Пусть из них 20-30 тысяч мужского При хорошей подготовке В условиях Горно-лесистой местности Поверьте Туда вообще бы Никто не зашел Туда за веками Вы зайти не мог Соответственно Этой подготовки Не было Боеприпасов Не было Вооружений Соответственно Тоже не было А это уже Не пятая колонна И идеологической Проработки Тоже не было 100% Да Но это у нас Политуправление Есть Красная армия Уже Политуправление Создали Вопрос Одеологии Становится Основным Поэтому Наши дорогие Друзья Подписчики Соратники По проекту Системопатия Распространяйте Наши Ролики Подписывайтесь На меня На Алана На всех товарищей Которые Действуют В таком же ключе Будьте с нами Пробуждайте Других Времена пришли Ой какие Интересные И веселые В кавычках И тот уже Ставки совершенно Другие Буферные зоны Одни исчезают Другие появляются И к сожалению Все ближе Ближе на наших Дорогах Вспомнил А сейчас эфир Помнишь мы с тобой Делали эфир в телеграме И там подсоединились Ребята из Армении Как раз когда война шла И мы с нами дискутировали А мы тогда смогли Слушайте Один батальон С фронта снимите Идите арестуйте Пашиняна в Ереване Один батальон Парней Снимите Спецназа Арестуйте Пашиняна И вся война закончится И на нас Помнишь как накинулись Ты че У нас там это Мы сейчас уже Всех победим Вот мы там Самолеты по 3 штуки В день сбиваем С ПЗРК Ну я как бы слушаю Это Я понимаю Что такое легенды и мифы В тик токе Да там Что можно с ПЗРК И 3 самолета сбить Приживая Хоть 4 можно сбить Это вот тогда Они нам больше рассказывали Чем это все закончилось В конечном итоге Сейчас мы же видим Все потеряли Народ изгнали А тогда можно было Как бы На опережение сработать Ну это наши Субъективные Давайте не допускать Подобных ошибок Друзья мои Вот так вот А у каждой пятой колонны Есть имя и фамилия Разберитесь с нею Представители наших Уважаемых силовых структур И специальных И всех прочих Народ вас поддержит Руками и ногами Никакие пятые колонны Нам здесь не нужны Которые доводят ситуацию До такого До того чтобы наших братьев Просто вот Потому что мы Семья народов Почему братья Я говорю Потому что семья народов Семья народов И строилась Как семья народов И жили Как семья народов Сейчас каждый Сам по себе К чему приводит Совершенно верно В едином кулаке Мы только победим Не взирая Там на вероисповедание Национальные признаки Только единое целое Только так Иначе поодиночке Всех перехлопают Спасибо большое Друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok